Постоянная работа над собой и регулярные тренировки. О трудолюбии эти маленькие спортсменки знают не понаслышке. Результатом стали победы на открытом первенстве по художественной гимнастике спортивного комплекса «Мусон». На соревнования приехали 170 участниц всего Крыма. Воспитанницам спортклуба «Мусон» удалось добыть три медали на первых за длительный период в серьёзных стартах. Девочка должна быть мягкая. Мягкая спина, мягкие суставы. Потом ей будет легче заниматься. Ну и, соответственно, трудолюбие. Если нет трудолюбия, даже природные данные не помогут ей приобрести, добиться большого результата в спорте. Хорошие природные данные стали путёвкой в мир большого спорта для Анастасии Давыдовой. Маленькая и пластичная шестилетняя гимнастка с лёгкостью выполняет серьёзную программу. На открытом первенстве в своей возрастной категории девочка завоевала золотую медаль. Когда я вырасту, я стану олимпийской чемпионкой. В личном первенстве среди девятилетних серебро получила Алина Бородаева. Заслуженной бронзой наградили восьмилетнюю Яну Ревазову. Каждая участница выполнила программу из четырёх упражнений. Важно не только чётко отрабатывать элементы, но и делать это артистично. За выступлением следит четыре группы судей. Спортсменка может потерять баллы даже за согнутое колено или недотянутый носок. Больше всего я боюсь, что предмет может укатиться, но я хожу на тренировки и готовлюсь к соревнованиям. Гимнастика – художественный вид спорта на самом деле. Сложно-координационный вид. Девочки приходят в четыре года гимнастикой заниматься. Начинаются тренировки три раза в неделю по полтора часа. Потом детки становятся старше. И на протяжении к десяти годам жизни девочки занимаются уже пять раз в неделю по три-четыре часа в день. Сейчас юные грации готовятся сразу к нескольким серьёзным соревнованиям. Весеннему кубку в Краснодаре и большому севастопольскому турниру «Морская звёздочка», который пройдёт в спорткомплексе «Мусон» с 17 по 19 мая. Дарья Юхновская, Дарья Марущак, Анатолий Паньков, Севинфорбюро.